Девушки отдыхают Есть входящий звонок по защищенной линии. Отследите звонок. Включите прослушку. Да, слышал. Здорово, временник. Как прошла встреча с детенком? Нормально, Виктор Андреевич. Ну и как он себя повел, когда понял, что его кинули? Как ожидали. Кричал, угрожал. Сказал, что завалит нас. Отлично. Ну а ты что? Да послал его и уехал. Надеюсь, ты записал все это? Убежается, Виктор Андреевич. Все его болтомням на телефон записано. Ладно, будь здоров, племянник. На заправке притормози. Внимание! Приближайся к контрольной точке. Вера и Вадим на месте. На месте, товарищ генерал. Группа захвата. Доложите готовность. Мы на месте. Ждем приказа. Внимание! Изменение маршрута. Они свернули на заправку. Будьте осторожны. Ничего не предпринимать без особых указаний. Принял. Спецназ далеко? Уже на месте. Готовы к встрече. Касатонов здесь. Идентификация личности. Касатонов Олег Юрьевич. В настоящий момент номинальный директор УАО «Никельтехнологии». Племянник Виктора Чернозуба. Бывшего чиновника областного правительства. Имеет судимость за мошенничество в особо крупном размере. Вали отсюда. Чего? Вали отсюда! Идентификация личности. Сергеенко Анатолий Петрович. Начальник охраны Касатонова. Неоднократно привлекался за незаконный оборот оружия и вымогательство. Связан с местной ОБГ. Связан с местной ОБГ. Вадим, как только задержат Касатонова, сразу доставить его в СИП. Хочу допросить его лично. Есть, товарищ генерал. Приготовиться к операции. Так, ребята, готовность здесь в минуту. Наша задача их просто задержать. Огонь открывать только в крайнем случае. Стрелять в воздух, либо по ногам. Главное, не зацепить объект. Всем все ясно. Так точно. Работаем. Слышь, новенький? Да. Из седьмого периода? Седьмого. Так вроде же Сидоров должен быть. Он руку сломал. Меня в последний момент заменили. Внимание, они приближаются. До цели полтора километра. Стой! Стой! Работает! Ты хоть знаешь, кто я такой и что тебе будет? Оставаться на месте. Даю три секунды. Лечь на землю. Руки за голову. Быстро я сказал. На землю. Черт возьми, что происходит? Срочно Веру и Миронова туда. Седьмой. Чрезвычайная ситуация. Принял. У нас ЧП. КОНЕЦ КОНЕЦ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЕЦ Кто это сделал? А? Кто? Кто? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отличная Доминикана. Я хочу получить свои комиссионные. Да. Вам не жалко вашего племянника? Это вас не касается, господин Гартнер. Зачем вам столько наличных? Мы могли бы перечислить их на любой счет. В любую точку мира. Решил податься в депутаты. В области скоровыборы. Хочу еще раз возглавить комитет по энергетике. Все-таки моя тема. Что-то вас все-таки беспокоит. Гарантия правительства, которое я подписал. Если ей правильно воспользоваться, делу можно дать задний ход. Сколько экземпляров этой гарантии существует? Две. Одну я уже уничтожил. Вторая находится у Диденко. Насколько я понимаю, против Диденко выдвинут обвинения в убийстве вашего племянника. Вряд ли это решит проблему. Если Диденко прижмут, он предъявит гарантию. И все стрелки переведет на меня. Диденко должен замолчать. И сделать это надо до его ареста. Все так просто. Мы можем его ликвидировать, но сначала нужно узнать, где он держит вашу гарантию. Так действуйте. Это ваши проблемы. Хорошо. Мы сделаем это. Но пока ваши комиссионные останутся у меня. Тоже в качестве гарантии. Тоже в качестве гарантии. Товарищ генерал, мы просто не ожидали такого от Гарднера. Вот именно. Он разведчик со стажем. Вы что, думали, что он Касатонова вам на блюдечке поднесет? Он спец по упреждающим ударам. Или вы досье не читали? Мы его достанем, товарищ. Да помолчи ты, Вадим, и до тебя дело дойдет. Товарищ генерал, но у нас есть зацепка. Посмотрите на экран. На руке человека, который устроил бойню на шоссе, Устинович узнал татуировку. Вот эту. У него самого такая же. Пять лет назад на Ближнем Востоке работала группа спецназа. Они там одни из первых оказались. Работали крайне эффективно. Террористы их черными псами прозвали. Название приклеилось. Все участники группы сделали одинаковые татуировки. По-арабски это пес. Татуировки черного цвета. У командира группы был оперативный псевдоним. Черный пес. Крайний справа Устинович. Потом Рязанцев. Бессонов. Опарин. Крайний слева… Андрей Рубцов. А вы его знаете? Пару лет назад пересекались. Он работал тогда с Ольгой Смирновой и… Очень эффективно. Понятно. Пять лет назад группа выполняла задания на территории противника. Задания выполнили, но понесли потери. Вернулись только Устинович и Рубцов. Остальные официально пропали без вести. Мы думаем, что кто-то из тех, кто тогда пропал без вести и атаковал наш спецназ на шоссе. И кого-то из них узнал Устинович. Значит, один из черных псов выжил и работает на Гарднера. Устиновича допросить мы пока не можем. Нас не пускают врачи. А вот с Рубцовым поговорить надо. Вы нашли его? Да, из армии он уволился. Сейчас занимается частным извозом. Доставляет продукты в супермаркеты. Хотя жена владеет крупной логистической компанией. Он человек сложный. Сами увидите. Но с ним поговорить разрешаю. Если что не так, передайте привет от меня. А нельзя побыстрее, парни? Нельзя. Слушай, попроси своих работничков ускориться. У меня еще два магазина. Тебе надо быстрее. Вот и грузи быстрее. Так, ну-ка, сгружай это обратно. А зачем еще? Опять у них пересортится. Вот яблочных мы не распродали, а лимона, вот я вижу два ящика лишних. Я не буду с этим разбираться. Тьфу ты. Тьфу ты. Ты что делаешь-то? Ой, блин. Подними. Еще чего-то. Подожди. Давай. Быстро поднял и загрузил в машину. Быстро. А то что? Гришань, может объясним товарищу политику партии, а? Не мешало бы, чтоб другим не повадно было. Гриша. Давай, Гриш, загружай. Давай, Гриш. Увидимся. Хорошо. Давай, Гриш. Рубцов, здравствуйте. Меня зовут Вера Латышева. Вам привет от Истомина. Знаете такого? Похоже, он сегодня не в настроении. Нет, почему же в настроении? Подождите, Рубцов, нам нужно поговорить с вами. Это касается событий, которые произошли пять лет назад. Нам не о чем с вами разговаривать. Подождите. Вы знаете этого человека? Нет. А, по-моему, знаете. Во всяком случае, он вас точно знает. Может быть, все-таки поговорим? Вот, смотрите, что у меня есть. Это все? Все, если не считать того, что Уссинович написал в блокноте. Может быть, вы все-таки расскажете нам, что произошло пять лет назад. Встречу. 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 Можно сказать, что у вас есть. Встречу. Уссинович, ускорение. Встречу. Встречу. Непрежу. Встречу. Стой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похоже, это боевики Башира. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На правом фланге группа боевиков. И нас ли ищут, командир? Может, и нас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это они, скорее всего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Устянович, давай с Рязанцем в обход и ждите приказа. Бес вас прикроет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А парень со мной. По завершении операции пункт сбора здесь, у водопада. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рад встрече, Башир. Как у нас дела? Здесь все чисто. Мои ребята постарались. Но времени у нас немного. Через час они перебросат сюда подкрепления. Танки! Здесь есть другой путь? Нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как только пройдут ущелья, ворота дьявола, окажутся на этой дороге. Ворота дьявола, говорите? Отлично. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Постараемся отправить их в ад. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гарри! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Распаковывайте оборудование и постарайтесь побыстрее наладить связь с центром. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ваша задача – обеспечить безопасность нашей группы. По моим данным, в этом районе действует очень опасная группа русского спецназа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черные псы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вам не о чем беспокоиться, Гартнер. У меня под ружьем полсотни бойцов. И они отлично знают эти места. Мы уже засекли двоих. Они идут прямо к нам в руки. Хорошо. Я надеюсь на вас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Командир. Да, бесс? Наблюдаю оживление у боевиков. Башир посылает машину в вашу сторону. Как понял, командир? Понял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бес, что там с Устиновичем и Рязанцом? Слышу выстрелы. Похоже, ребята нарвались на засаду. Я пойду. Нет, действуем по плану. У них здесь минимум две группы прикрытия. Возможно, есть третья. Командир, ты что? Они же погибли. Справятся, должны справиться. А мы должны помешать Гартнеру, иначе мы уничтожим колонну. Машина. Бес, начинаем по твоему выстрелу. Занимаем позиции. Принял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прикрывай меня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты как? Нормально. Вот сволочи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, я пустой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня еще есть. ВЫСТРЕЛЫ Саня! 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 Есть сигнал. Отлично. Подтвердите им наши координаты. И дайте знать, что через полчаса начинаем. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так это и есть черный пес. Один из них. Еще одного мои ребята подстрелили. А сколько их всего в этих горах? Мы обложили еще одного. Никто из них не уйдет. Я найду их всех. Вперед! Живее! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ Кажется, они совсем близко. Не волнуйтесь, Гарри. Башир их сюда не допустит. Хотя я все же предпочитаю надеяться на своих солдат. У меня все готово, сэр. Можем передавать координаты. Надеюсь, через полчаса от колонны русских останутся только воспоминания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, ребят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Есть. Руки! Сюда! Не убивайте меня! Не убивайте меня! Меняй координаты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кот знает только полковник Гарднер. Гарднер, Кот! Кот, быстро! Кот, быстро! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Колонна продолжит движение. Хорошая работа, мистер Гартнер. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Башир! Башир! Здесь все заминировано. Уходим! Вперед! Быстрее! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выходит, вы потеряли троих своих солдат? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Где сейчас Шустянович? Я могу с ним поговорить? Да, он дома. Его выписали из больницы, а рано оказалось не слишком серьезным. Но с нами он отказался говорить на эту тему. Вот телефон. Пожалуйста, звоните в любое время. Хорошо. Ну и что скажешь? В нашем деле любая помощь будет полезна. А где сейчас находится гардер? С утра встречался с Чернозубом. Наглости ему не занимать. Первая группа. Что у вас? Вижу двоих вооружены. Первая группа. Захват. КРИКИ Девчонки! КРИКИ 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 Все будет хорошо. КРИКИ 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 Все, сто. Задание провалено. Ничего. В следующий раз получится. Я не мог понять, что ребенок липовый. Это же сразу видно. Да стоп ты, салага. Семенов. Семенов, молодец. В ситуации разобрался. Хотя и рискованно было. А парень? Задание провалено. Ты что, не понимаешь, что это твоя зона? Ты ее контролируешь? Что бы тут ни происходило. На сегодня все. Выключайте здесь все это. А парень, стой, погоди. Ты понимаешь, что если бы это все было по-настоящему, то ни тебя, ни Семенова в живых бы уже не было? А сколько бы людей погибло? Понимаю. И что мне с тобой делать? Ты уже третью тренировку проваливаешь. Я справлюсь, товарищ капитан. Правда. Все, хватит. Я пишу рапорт о твоем отчислении. Вы же знали моего отца. Знал. Твой отец погиб как герой. Вот войне герой, потому что про это никогда никому не расскажут. Когда-то он мне спас жизнь. И не мне одному. Именно поэтому я тебя взял. Ну пойми ты, не твое это. Здесь, как и в любом другом деле, талант нужен. У моего отца был талант? Он был лучшим. Лучшим бойцом, которого я знал. Ну так помогите мне. Помогите мне, товарищ капитан. Я справлюсь. Проверьте меня на каком-нибудь серьезном деле. Пожалуйста. Как твоя невеста? Невеста? Ну ты же сказал, что у тебя свадьба скоро. А, да. Но я пока еще не сделал предложение. Так что ты тянешь? И на свадьбу не забудь пригласить. Так я приглашу обязательно. И ребят тоже. Ладно, парень. У тебя еще неделя. Спасибо, товарищ капитан. Работаем. Активней, активней, ребята. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Это Николай? Вас беспокоит Джон Гартнер. Мы встречались полгода назад на симпозиуме в Женеве. Вы там представляли перспективные разработки вашего концерна. Где мой пиджак? Пиджак! Принеси! Я сейчас в вашем городе. Хотел бы встретиться. Поверьте, это очень важно для вас. Хорошо, так у меня очень мало времени. Мне нужно 10 минут, не больше. Я буду ждать вас на набережной в парке у моста. Хорошо. Может быть, ты все-таки объяснишь, что с тобой происходит? Прости, я вам спешу. Нет, уж объясни! Да что у вас опять там случилось? Что случилось? А ты давно интересовался, сколько раз в этом семестре твоя дочь была в университете? Лиза, у тебя проблемы. Нет у меня проблем. Ага, нет проблем? Мне звонили из университета. Она ж не сдала сессию. Ну и что? Ну, хорошо тебе плевать на ее учебу. Но тебя не интересует, где вместо лекции пропадает твоя дочь? Лиза, в чем дело, где ты пропадаешь вместо лекции? Спасаю синих китов. А вообще, у меня любовь. Какая любовь? Большая, которая на всю жизнь. Да что ты говоришь, она же издевается над нами. Чао! Домой можешь вообще не возвращаться! Ну, зачем ты так с ней, а? Домой можешь вообще не возвращаться. Думай, что говоришь. А ты думаешь, что делаешь? Почему ты так спокойно ее отпускаешь? Да, ей двадцать. Понимаешь? Двадцать. Вспомни, что в этом возрасте делала ты. Я? Я готовилась к премьере? К большому? Ну, а толку? Через два года ты выскочила замуж, а еще через месяц родила. Да уж, спасибо. Не упустила своего счастья. Будем надеяться, и она своего не упустит. Все, я спешу. Пока. Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Странное место вы выбрали для встречи. К чему эти шпионские игры? Неплохая была ночка. А вам какое дело? Мне никакого. Вы Николай Грешнов, не так ли? Я знаю, что вы представляете мистера Диденко. Не пытайтесь вспомнить. Мы не знакомы. Джон. Джон Гартнер. К вашим услугам. Что вам от меня нужно? Уважаю деловой подход. Одно исследовательское направление вашего концерна нас очень заинтересовало. Кого нас? Ну, это пока не важно. Понятно. В таком случае вам следует обратиться в наш концерн официально. Всего хорошего. Посмотрите. Думаю, вам это будет интересно. Неправда ли? Любопытные фотографии. Что будет, если ваш тесть и ваша жена их увидят? Полагаю, и семье, и карьере конец. Помните, вы сказали, что я могу обратиться к вам официально? Не помню. Дальше. Я подготовился. И вот. Вполне официальное предложение о сотрудничестве. И учтите, я действительно хочу вам помочь. Помочь? Да, помочь. Стать вам главой концерна вместо вашего тестья, господина Диденко. Чушь. Он меня ненавидит. И никогда на это не согласится. Самое позднее завтра мистер Диденко будет арестован. Ну, а вам автоматически достанется должность исполняющего его обязанности. И что я должен буду сделать для вас? У него в сейфе хранится один очень важный документ. Он мне нужен. Что за документ? Гарантия областного правительства, выданная концерну Виктором Чернозумом. Найдите ее и передайте мне. И мы будем в расчете? Лучше давайте считать, что это гарантия. Теперь и гарантия вашей безопасности тоже. Мне нужны подробности сделки Диденко и Чернозуба. По официальной информации, концерн Диденко под гарантией правительства приобрел землю по строительству завода. В ходе проведения этой сделки Ксатонову удалось скрыть, что продавец банкрот и что эта земля уже давно под арестом. И где эти гарантии? В базе данных обл правительства такой гарантии не обнаружено, но если оно все-таки есть, то экземпляр гарантии должен быть у Диденко. Надо задержать его и допросить. Я запрошу санкции на его арест для его же пользы. Ну а что, Рубцов, выходил на связь? Пока нет. Я так понимаю, что он предпочитает действовать в одиночку. Это на него похоже. Ладно, берите Диденко и постарайтесь на этот раз не напортачить. Он прав. Я думаю, что Гарднер обязательно что-то предпримет. Думаешь, они попробуют убрать Диденко? На его месте я бы так и сделала. Привет! Привет! Как дела? Нормально. Как зачет? Меня убили. Реально? Пока, как видишь, условно. Говорила я тебе. Ходить на зачеты, экзамен и вредная привычка. Я от нее избавилась. И была тысячу раз права. Ну, знаешь, урок пошел мне на поиск. Угу. Расскажешь? Я подумал, если ее убить на зачете, хоть и условно, я понял, что не успел сказать тебе самые главные слова. Значит, говори здесь и сейчас. Лиз, я очень сильно тебя люблю. Я тоже тебя люблю. И я хотел сказать… Выходи за меня замуж. Я могла бы сказать, что я подумаю. Но я согласна. СМЕХ Идем? Ну, ты даешь, салага. Такую нимфу отхватил. Прошу, присаживайтесь. Здорово. Слушай, ну мы тут как бы на днюху рассчитывали. А тут, походу, практически свадьба. Ну, свадьба у нас не сегодня. Но, надеюсь, я вам не помешаю. Ну, тогда ладно, располагайтесь. Бармен, одно пиво и… В лагуну. В лагуну. А ты закусывай. Спасибо. Спасибо. Ну что, салют в вашу честь, ребята! Ура! 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 Ешь, ешь. Ура! Что с тобой? Ничего. Пойдем танцевать. Пойдем. Начинаем. Идите, голубки. Может, тут как-нибудь без вас справимся. Абсолютно. Ну что, позвоним, пропал наш опарин. Прошло ровно два дня с того момента, когда на трассе Реченск-Москва были убиты четверо спецназовцев, а также был застрелен глава ООНики технологий Олег Касатонов, племянник бывшего замминистра топлива и энергетики нашей области Виктора Чернозуба. У Касатонова остались жена и двое маленьких детей. Командир? 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Списали меня вчистую, командир. Могут посадить за превышение полномочий. Ясно. Слушай. Я смотрел видео. Мне показали люди из СИБА. Ясно. Слушай. Сергей, а расскажи, кто это был. Я не уверен, что имею право тебе об этом рассказывать. Не имеешь. Там на шоссе мне показалось, что я узнал его. А теперь... нет. Не знаю, не уверен. Сергей, кто это был? Ну, я же сказал тебе, мне просто показалось. Тебе не показалось. Это единственное объяснение, почему ты еще жив. Рассредоточились! Убрали гражданских! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА – Добрый день. – Добрый день. – Илья Андреевич. – Подождите, а вы куда? Здравствуйте, Илья Андреевич. В чем дело? Что это такое? Что это за цирк? Моисиба. – Вы думаете, меня могут убить? – Мы не можем этого исключить. – У меня своя служба безопасности. – Поверьте, от человека, который на вас охотится, она не сможет вас защитить. – Кроме того, Илья Андреевич, у нас ордер на ваш арест. – Арест? – Вы что, думаете, это Яка Сатонова? – Вы не можете отрицать, что у вас был мотив? – Мотив? Допустим. И что, теперь в тюрьму? – Поверьте, Илья Андреевич, это для вашей же безопасности. – Я вам не доверяю. – Придется поверить. У вас нет другого выбора. – Даже если вы меня арестуете, я выйду через два часа. У меня есть доказательства, которые все расставят по своим местам. – Очень хорошо. Предъявите ваши доказательства. Это всем облегчит жизнь. – Я сказал, не доверяю вам. Слышите? В моем положении я могу доверять только близким людям. – Тогда не будем терять время. Кроме того, здесь не очень безопасно. Руки. – Это обязательно? – Да, это обязательно. Всем внимания, мы выходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи руки так, чтобы я их видел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА – Нет, не знаю, вы в опасности. Рубцов, он рядом с вами. – Я поняла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА – Не готовились? Встречаем! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять оружие на землю! Отец? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим! Ушел? Ушел, его открыла снайпер. Странно, что он не выстрелил. Жив? Вроде жив. Ну что, Опарин, опять тебе двойка. Как его фамилия? Опарин. Никита Опарин. Кажется, я понимаю, почему он стрелял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, ты же понимаешь, меня подставили. Кто? Это Чернозуб, чиновник из областного правительства. У меня с ним давние счеты. Угу. То есть вы хотите сказать, что Чернозуб пожертвовал своим племянникам, чтобы насолить вам? По данным опроса, который мы провели в окружении Чернозуба, он относился к Асатонному как к родному сыну. Поэтому ваше предположение звучит как-то уж совсем неправдоподобно. За деньги он мать родную продаст. К сожалению, Илья Андреевич, ваши мотивы пока более очевидны. Мне нужно сделать один звонок. Один. Это возможно? Хотите позвонить адвокату? Нет. Моей внучке. Доброе утро. Доброе. По-твоему, рыться в чужих вещах – это нормально? А мы с тобой не чужие. Что это значит? Мне сделали предложение. Кто? Это твой военный? Мама, не начинай. Я прекрасно знаю все, что ты мне сейчас скажешь. Интересно, где вы с ним познакомились? Неважно, где мы с ним познакомились. А что важно? Важно то, что я его люблю, и мы скоро поженимся. Что ты такое говоришь о учебе? Мама, не наезжай. Это не случится завтра. К тому же у него тоже учеба. И чему же его учат? Как убивать людей? Как защищать их? Ну, хорошо. И как же его зовут? Никита. Ты хоть и представляешь себе, что значит жить с военным? Нет. Зато я очень хорошо представляю жизнь нелюбимым человеком. Мы с твоим отцом? Он мне не отец, а отчим. И я прекрасно знаю, что вы не любите друг друга. Я вообще сомневаюсь, любили ли вы когда-нибудь. Особенно он тебя. Да как ты смеешь?! Да? Лиза? С вами хочет поговорить ваш дедушка. Только быстро. Это я. Привет, Лиза. Извини, дед. Ты не вовремя. Как арестовали? Да-да, я сейчас же приеду. Да, я поняла, я никому ничего не скажу. Лиза, прости меня. Давай считать, что мы обе погорячились. Мам, давай не сейчас, я спешу. Ты куда? На занятия паздываю. Вечером поговорим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну же, Никита, ответь. Давай. Трещины в ребрах, сильный ушиб грудной клетки. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В остальном полный порядок. Через пару дней выпишем. Спасибо. Я вас оставлю. Никита, как вы? Нормально. Я пришла сказать спасибо. Вы спасли нам жизнь. Ни за что. Мне показалось... Вы узнали человека, который стрелял? ВЫСТРЕЛЫ 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 Отец? ВЫСТРЕЛЫ 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 Этот человек был ваш отец? Держись. Я же сказал... Возможно, мне показалось. Вы с ним не виделись пять лет. Вряд ли он так сильно изменился. Я ошибся, понимаете? Ошибся. Ошибся. Я часто его вижу. Во сне. Он у меня в голове, понимаете? Да, я понимаю. Ничего вы не понимаете. Ладно. Мы поговорим с вами об этом после. До свидания. Скажите, вы действительно думаете, что это мог быть он? Никита, отдыхайте. Сейчас вам нельзя волноваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присаживайтесь. Могу я поговорить со своей внучкой наедине? Хорошо. Только недолго. Дедушка, нужно срочно рассказать все папе и маме. Я не понимаю, почему это нужно скрывать? Твой папа знает. Мама узнает в ближайшее время. Ты должна мне помочь. Да, конечно. Что я должна сделать? Нужно найти документы и передать их моему адвокату. Они в моем кабинете, в сейфе. Кот я тебе скажу. Запомнила? Да, да. Мам, почему ты не попросишься? Твой отец... Ты что, ты думаешь, это он все устроил? Нет, ну что ты? Ну... Просто я не знаю, кому могу доверять. А тебе могу. Точно. Ты передаешь эти документы моему адвокату Ленскому. Он знает, что с ними делать. Они, кстати, в синей папке. В синей. Вот адрес. Ты знаешь. Мы как-то были с тобой за городом. У него помнишь? Он не помнил. Я все сделаю. Давай. Пока. Николай Петрович, поздравляю с назначением. Да. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Вы давно заслужили место главы концерна. Пока что исполняющий обязанности. Ну, это дело времени. Водят слухи, что Диденко сильно влип. Его подозревают в заказном убийстве. Ну, это только предположение. Насколько мне известно, обвинение ему еще не предъявлено. Меня с утра сегодня допрашивали, и не меня одного. Многие слышали, как он угрожал Касатонову, а через пару часов того застрелили на шоссе. Да-да. Дело сверное. Николай Петрович, там же жада пришла. А у нас совещание на 17.30 по поводу вашего назначения. Перенести попозже? Нет, ни в коем случае. Я разберусь. Привет. Что ты тут делаешь? Извини, у меня правда мало времени. Лиза выходит замуж. Лиза. У меня есть какая-то другая дочь. За кого? Я толком не поняла. Кажется, за будущего военного. Николай Петрович, там уже все собрались. Закройте дверь! Ты говоришь, за военного? Я же сказала, не знаю. Из нее же слова не вытянешь. Свадьба когда? Какая свадьба, Коля? Ты о чем? Ты слышишь, что я тебе говорю? Я нашла у нее в сумке обручальное кольцо. Мы повздорили, поговорили на повышенных тонах. Я не выдержала. Удариваю ее. Она хлопнула дверью и ушла из дома. Амалия, вызовите ко мне начальника службы безопасности. Езжай домой. Поверь, это сейчас не самое главное. А что может быть важнее этого? И где папа? Я хотела с ним поговорить. И почему ты сидишь за его столом? Ты правда ничего не знаешь? Чего я не знаю? Твой отец, он арестован. Если это шутка, то очень похоже. Это не шутка. Его подозревают в заказном убийстве. Это же какое-то недоразумение. Я знаю. И говорит, что все прояснится. Но мне действительно нужно работать. Совет директоров назначил у меня время на управляющем концерна. Езжай домой. Как только я что-то узнаю, я тебе позвоню. А Лиза? Не переживай, я найду его. Вечером все обсудим. Иди. Здравствуйте. Разрешите? Да, Геннадий Федорович. Входите. Мне нужно открыть этот сейф. Кот знает только Илья Андреевич. В том-то и дело. Он в СИЗО, а время не терпит. Поищите специалиста. Хорошо. Что-нибудь еще? Да, что-то еще. Мне нужно узнать, где сейчас находится Лиза. Вот номер ее мобильный. Хорошо, поищем. А когда обнаружим, что потом? Ничего потом. Просто сообщите мне, где она и чем сейчас занимается. Хорошо. Амалия, пусть все соберутся в переговорной. Через пару минут мы начинаем. Хорошо, Николай Петрович. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да. Господин директор, примите мои самые искренние поздравления. Пока исполняющие обязанности. Это ненадолго. Документы у вас? Пока нет, но, поверьте, волноваться не о чем. Через пару часов вы их получите. Отлично. Тогда желаю вам удачи. Ну, где ты? Ответь. Давай, давай, давай. Привет. Привет. Как прошел допрос? Нормально. Да и не допрос это был. Просто поговорили. Он вызывал адвоката? Нет. Хотя и предлагал. Сказал, что не видит в этом никакой необходимости. Странно. Что, вообще никому не звонил? Единственное, попросил встретиться с Муночкой. Это она? Да. Ведем ее. А о чем они говорили? Есть запись разговора? Не знаю. Попросил забрать с ее что-то из сейфа. Наверняка что-то личное. Понимаешь, что ты натворил? Что я натворил? А если он попросил ее забрать документы, которые мы ищем? Зачем ему просить об этом внучку? С таким же успехом он может попросить об этом зятя. А если он ему не доверяет? Он ему доверяет. Он лично попросил совет директоров назначить его управляющим в свое отсутствие. Вера, ты паранойешь? Хорошо. Куда она направляется сейчас? В концерт? Если они ее ведут, мы не успеем. Алло, это я. Нужна ваша помощь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никита, возьми трубку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза! Здравствуй. Тебя как раз отец разыскивает. А где он? Он в переговорной. У него сейчас важное совещание, но оно скоро закончится. Тебе кофе сделать? Нет, не нужно. Можно я его в кабинете деда подожду? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, пожалуйста. СМЕХ Конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Николай Петрович! Извините. Я не совсем понял. Не поняли чего. Вы же были на совещании? Да. Мне кажется, я довольный ясно обрисовал перспективы, что ожидают концерн под моим руководством. А как же Илья Андреевич? А что Илья Андреевич? Поздравляю с назначением, Николай Петрович. Спасибо, Виктор. Я думаю, мы торопимся. Следствие только началось. И я уверен, что... Я тоже много в чем уверен, Анатолий Борисович. Но остановить работу концерна и ждать, когда мой тесть выйдет из этой ситуации, мы не можем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Николай Петрович у себя? Нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анатолий Борисович из финансового управления. Ему сколько лет? 65, насколько я помню. Я так и думал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, пора на пенсию. Позвоните в отдел кадров, пускай оформляют. Николай Петрович, это человек, которого вы спрашивали. Отлично. А, вашу дочь пока не нашли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так она здесь. Где здесь? У вас в кабинете. Что она там делает? Попросила подождать. Я не знала, что вы будете против. Ничего страшного. Подождите меня здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да уж. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что поделаешь? В каком-то смысле, он сам виноват. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет. Вернее, да, но не сейчас. Лучше побудь с мамой. Сейчас очень тяжело. Мы... мы с ней поругались. Я знаю. Она была здесь и все рассказала. Значит, ты все знаешь? А она сказала, что ударила меня? Да, сказала. И я очень этим огорчен. И она тоже. Но ее можно понять. Твое поведение в последнее время. Что не так с моим поведением, папа? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Послушай, у нас никогда с тобой не было никаких тайн друг от друга. У меня сейчас полно работы. Но я тебе обещаю, что вечером мы серьезно обо всем поговорим. Хорошо. Как скажешь. До вечера. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите? Входите. Сейф там. Так он же открыт. То есть? Кто-то ввел код и открыл его. Пустите. Нет. Ну, не может быть. Это бы. Это моя дочь. Она взяла документы. Вы должны задержать ее и привезти сюда. Только без грубости. Вы меня понимаете? Внимание всем. Перекрыть все выходы и вход в здание. Ищем девушку. Русую. 20 лет. Голубая кожаная куртка. Джинсы. Нет! Девушка, постойте. Постойте вы вы. Пустите. Что вы себе позволяете? Я дочь директора. А-а-а! Пустите. Кто вы такое, что вы делаете? Поставить. Где твоя маршрута? Там. Ключи. Нет. Я сама поведу. Где телефон? В сумке. Что вы сделаете? Вперед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда мы едем? К адвокату деду. Это было очень простое задание. Не понимаю, как вы могли ее упустить. Кто знал, что старик поручит моей дочери выкрасть документы? А что вы думаете делать? Никуда она не денется. Мы найдем ее. А документы? Вы понимаете, что они не должны попасть в чужие руки? От этого зависит ваше будущее. Что-то вы слишком печетесь о моем будущем. Подумайте лучше о своем. А мы теперь с вами связаны, Николай. Вот так. СТУК В ДВЕРЬ Он один здесь живет? Не знаю. Кто там? Это я, Аркадий Семенович. А это мой друг. Заходите. Лизонька, милая, что случилось? Я смотрел новости. Илья Андреевич арестован? Душа мой, куда катится этот мир? Здравствуйте, Ленский. Рубцов. Ну, проходите, проходите. Проходите. Прошу, проходите. Проходите. Присаживайтесь. Вы один здесь живете? Да, вы не умеете. Здесь вы в полной безопасности. Так что же все-таки случилось, Лиза? Дедушка сказал, что я связался ей с теми людьми. Ну, это трудно поверить. Твой дедушка свои дела всегда вел очень осторожно. Угу. Позвольте? Да, конечно. Давайте-ка я чайку сделаю. Вы знаете, когда честные бизнесмены гибнут от рук дельцов, подобные Гиденко, какие это чувства может вызвать у нормального человека? Да, я вас понимаю. Скажите, Виктор Андреевич, а вы собираетесь мстить? Нет. Нет, это из девяностых. Сейчас закон и так достаточно соров таким людям. Я за справедливость. Кстати, это часть моей предвыборной программы. Да, не секрет, что вы претендуете на то, чтобы снова занять место в нашем областном собрании. Это правда? Да, и в случае победы у вас бывает комитет по энергетике. Понятно. Ну что ж, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Ага. Далеко пойдет, если же он родного племянника не пожалел. Но дедушка ни в чем не виноват. Послушайте, я вас покину на минутку. Не взял очки. Старость не радость. Вы всех подозреваете? Он старый друг моего деда, и только он может ему помочь. СТУК В ДВЕРЬ А все-таки кто вы такой? Не важно. Меня попросили за вами присмотреть. Кто попросил? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ясно, неважно. Я уже поняла, с вами невозможно разговаривать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Грешнов. Я понял. Спасибо. Мою дочь нашли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она привезла документы нашему семейному адвокату, Ленскому. Что вы делаете? Собираюсь отправить туда людей. Нет, этим займутся мои люди. Ваши люди? Я беспокоюсь за свою дочь. Господин Грешнов, на вашем месте я бы беспокоился о собственной безопасности. Пишите адрес. Ну, теперь понятно. Почему твой дед хотел спрятать эти бумаги? Если они попадут в суд, можно будет без труда доказать, что все происходящее – это просто грандиозная афера. Задуманная и спланированная Чернозубом и его племянником Касатоновым. Что? Машина подъехала. Мне кажется, не одна. И что здесь такого? Ну, как что? Здесь же тупик. Да вы не обращайте внимания. Кто-нибудь из моих соседей непременно строится. Лиза, я тебе вот что скажу. Я думаю, что сделку по продаже земли признают недействительной. И деда твоего немедленно освободят. Я прям завтра этим займусь. Вы ждете кого-то? Да сколько можно. Я посмотрю. Стой. Да не обращайте вы внимания. Стой, 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 стой. Можись! Да не обращайте вы! КРИК Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Висок, поднимайся. Сюда! Прижимай здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно-тихо-тихо. Бумаги. Молодец, что здесь? Входим. ВЫСТРЕЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Садимся в машину и уезжаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Для меня он долгой. Ну, я подумаю. Алло. Извините, он попросил вам позвонить. Рубцов? Да. Он с вами? Да, он ранен без сознания. На нас напали, мы были у адвоката Ленского, он друг моего деда. Они убили его, понимаете, убили. Лиза Гришнова? Да, откуда вы знаете? Ранение сильное? Кажется, да. Срочно везите его в больницу. Нет, 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 он сказал, никаких в больнице. Тогда я сейчас скину вам адрес, везите его сюда. Угу. Так, это звонила Лиза Гришнова, их пытались убить. Ее и Рубцова, а Рубцов очень сильно ранен. Я сказала, чтобы они ехали сюда, ты же не против? Нет. Еще мне нужны всякие хирургические принадлежности, бинты и все дела. Ладно? Сделаю. Спасибо. И еще, поезжай в СИП, узнай, что там происходит. Они убили этого адвоката Ленского. Это не похоже на действия охранников из концерна. Это точно. Выходит, что они за ним следили? Или их сдал адвокат. Возьми опер-группу и осмотри дом адвоката. Еще немного, мы почти пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как вы? На чего? Выходите вот туда вону, я все подготовила. Ага, отлично. Так. Снимаем куртку. И где учишься? В медицинском. Отлично. На каком курсе? Третий курс. Еще не закончила. Будешь мне помогать, ассистировать? Нет, нет, нет. Я не смогу, я не сумею. А сумеешь? Так, снимаем. Только давайте. Сейчас мы. Так. Ухожем. Спокойно, спокойно. Садитесь. Значит так, слушай меня. Сейчас план такой. Я дам тебе специальные щипцы. Ты раскроешь раневой канал. А я буду доставать пулю. Подожди, сейчас начало обезболивания. Я сделаю вам маленький уколчик. Не боись. Тихо, тихо, тихо. Сейчас. Так, есть. Будет немножко больно, но... Ничего. Вот, держи щипцы. Все, все, все. Все. Сейчас. Вставляй броневый канал. По ширам. Сейчас другим. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Терпите, терпите, Рубцов, терпите. Вот она. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она, вот она, вот она. Сейчас. Вот она. Вот она. Отлично. Все. Все. Осталось только... Зашить. Зашиваем. Ты где научилась-то? Научили. Сейчас бы водки хлебнуть. Грамм сто. Я бы тоже не отказалась. Я могу сбегать, если хотите. Тебе восемнадцатый есть? Есть. Вы что, не верите? Я вообще-то замуж скоро выхожу. Ого. Это за кого? За Никиту Апарина. Он так-то тоже военный. Из спецназа. Ты невеста Никиты Апарина? А вы что, его знаете? Я вчера весь день не могла до него дозвониться. Он в госпитале. Что с ним? Не волнуйся, его жизни ничего не угрожает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я могу его увидеть? Да. Я сейчас позвоню и скажу, чтобы тебя пустили. Подожди, пожалуйста, еще один вопрос. Да. Что тебя попросила сделать, дедушка? Забрать документы из сейфа, передать их адвокату. Они с тобой? Да. Можно посмотреть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот. Дедушка сказал, что они помогут ему выйти на свободу. Да. Это так. Я должна их передать в полицию? Да. Так и нужно сделать. До свидания. Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты зачем ее отпустила? Почему не забрала документы? Я не имею права вам об этом говорить, но Гарднер в городе. Он встречался с Чернозубом. Я думаю, что вся эта история с Дейденко, это его рук дело. И, видимо, они пытаются расчистить место для Гришнова, чтобы он возглавил концерн. А зачем? Мы этого не знаем пока. Но Гарднер должен сделать следующий шаг. И пока все должно оставаться так, как есть. Это бес в меня стрелял. Не опарин? У-у-у. Касатунова и остальных тоже он убил. Значит, Никита, опарин, ошибался. Значит, он действительно не видел своего отца. У-у-у. Ошибался. Мы ошибались. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Пустите! Пустите! Кюрзак! Пустите! Я сказала! Я ну скажу, он вас всех за работы выгонит! Ай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обязательно выгоним! Машину я. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пустите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Документы. Здесь все. Отлично. Ну-ка, пойдем. Где ты была? Это не твое дело. Ты никуда не пойдешь, пока мы с тобой не поговорим. Что тебе надо? Ты же получил, что хотел. Ты можешь объяснить, что происходит? Да, она совсем отбилась от рук. А где она была? У него? Не знаю. Но нашли рядом с госпиталем. Кажется, его молодой человек серьезно ранит. Что? Мне одной девочке только этого не хватало. А по мне так лучше бы его убили. Что ты такое говоришь? Погоди, это еще только цветочки. Ягодки впереди. А ты куда? На работу. И передай ей, что она выйдет замуж за этого парня. Только через мой труп. Понятно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Приветствую, мой друг. Присаживайся. Что будешь пить? Здравствуйте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отличная работа, Николай. Поздравляю. Мы в расчете. Не совсем. Есть еще одно небольшое дельце. Мы так не договаривались. А я ни с кем и не договариваюсь. Я прошу, и это делают. Ваш тесть теперь там надолго. И вы из исполняющего обязанности очень скоро станете главой концерна. И как главе, у меня к вам будет еще одна просьба. И я буду еще одну просьбу. Какая? А вы деловой человек. Говорите, и покончим с этим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как у вас дела, Гарри? Компьютерное моделирование завершено. Мы проанализировали заявленные параметры нового двигателя русских. Этот двигатель имеет выдающиеся характеристики. Они в самом деле открыли нечто неординарное. Скорость больше 200 узлов в час. При такой скорости торпеда потопит любой корабль. Даже без боеголовки. Нет никаких шансов избежать поражения. Через три месяца в Персидский залив зайдет американский авианосец. Кое-кто из наших восточных друзей получит шанс испытать этот двигатель. Вы хотите, чтобы они потопили авианосец армии США? Это будет на пользу всем. Пять лет назад и вас и меня выбросили из армии после нашей неудачи в Сирии. И это после десяти лет безупречной службы. А я не люблю, когда со мной так поступают. Кроме того, наши друзья перевели на счет нашей компании круглую сумму. И нам стоит учесть, это очень опасные люди. Террористы. Террористы. Или борцы за идею. Это с какой стороны посмотреть? Эти люди ошибок не прощают. А если нас найдут, ЦРУ или ФБР, вы должны понять главное, Гарри. Сейчас в мире один принцип. Во всем виноваты русские. Давайте его придерживаться. Тем более, что в данном случае это будет не так далеко от истины. В состав нашего концерна входит одно предприятие, созданное на базе научно-исследовательского центра. Находится в Северске. Никогда о таком не слышал. Тем не менее, в составе этого предприятия работает одна исследовательская группа. Ее работу финансирует ваш концерн. Группа возглавляет ученый с мировой репутацией. Яхонтов. И что я должен сделать? Прекратить их финансирование. Распустить группу. Остальное моя работа. Это все. Все. А если Диденко выйдет из СИЗО? Без этих документов ему не на что надеяться. А Чернозуб? Вы думаете, он будет молчать, если его прижмут? Будет. Я вам это обещаю. Знаете, я как-то уже понял, что верить вашим обещаниям опасно. И все же вам придется мне поверить. Да и не пропустите сегодня выпуск вечерних новостей. У Чернозуба как раз запись предвыборной речи на местном канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виктор Андреевич, можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, вы не могли бы прокомментировать смерть адвоката Ленского? Сегодня утром его нашли с простреленной головой. Это еще раз подтверждаю, что господин Диденко замешал какую-то преминальную разборку. То есть вы никакого отношения к этому не имеете? Просите, а как бы я к этому могу иметь отношения? Сначала погибает ваш племянник Касатонов, теперь адвокат Ленский. Ходят слухи, что вы выделили концерну гарантию на сделку. И возможно, что... Слушайте, никаких гарантий не существует. Тогда я вам вполне официально заявляю. Вопросы есть еще? Скажите, а куда вы уходите на сделки с концертом? Под контролем вам компания? К сожалению, у меня заканчивается встреча с гарантией на таком концерте. Вы ответили на мой вопрос. Виктор Андреевич! Это я. А, это вы, Виктор. Смотрел ваше выступление в прямом эфире. Где мои деньги? Или вы забыли об этом? Все уже приготовлены. Не вздумайте меня обмануть, Гартнер. Если будете играть со мной, я выведу вас на чистую воду. Думаете, мне будет сложно обвинить вас в связи с Диденко и его зятем? Вы должны доверять мне. Я никому не доверяю. Если я сегодня не получу деньги, у вас будут большие проблемы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Виктор Андреевич, пожалуйста, еще несколько вопросов. Камеру убрали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Димка, проверь, пожалуйста, обмотку на втором контуре. Зайди ко мне! Зайди! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? Случилось. Садись, Гриша, поговорить надо. Подожди, у нас же испытания сегодня. Я знаю. Что-то серьезное? Похоже, да. Нас закрывают. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты шутишь? Только что звонил Гришнов. В связи с тяжелым финансовым положением в концерне. И что теперь? А ничего. Я ему так и сказал. Как работали, так работаем. А финансирование? Поеду в Москву. Надо с этой хреновиной разобраться. Нечисто что-то здесь. Да я этого Соболяка по голосу чувствую. А Диденко он что сказал? Гриша, ты совсем закопался в своей лаборатории? Посадили Диденко. Его подозревают в заказных убийствах. Виктора Чернозуба и его племянника Касатонова. Точно, мои что-то такое обсуждали. Я просто значения не передал. Я не думал, что это может нас как-то коснуться. Мы же на финишной прямой. А это заказы от Академии наук, от исследовательских институтов, от Минобороны наконец. Вот именно. И я ему пытался это объяснить. А он ни в какую сопляк. Но ничего, я с ними разберусь. У меня друзья в Министерстве обороны есть. С нашими результатами мы финансирование найдем. Гриша, подготовь мне документы по проекту. Хорошо, сделаю. А ты когда едешь? Сегодня. Самолет через три часа. Успеешь? Успею. Я вам Лобанова поручу. А ребятам сказать? Нет, пока ничего не говори. Им работать надо. Гриша, да и тебе работать надо. Семен, а вдруг не получится? У меня там кредит на квартиру и... Гриша, я знаю, знаю. Гриша, не раскисай. Все будет нормально. Ну, я тебе обещаю. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Объект вышел из здания. Направляется к машине. Да, принял. Вижу его. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Ну, давай обгоняй! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, что ты перевязался? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Лиза. 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Мы только что получили видео с академгородка в Северске. Погиб Зубарев. Руководитель одного из научно-исследовательских центров, входящих в концерт Диденко. Этот центр занимался проблематикой двигателей для беспилотных подводных аппаратов. Вопрос серьезный. Вот полковник Афанасьев из Министерства обороны. Прошу. Спасибо. Зубарев позвонил мне вчера и попросил о встрече. Сказал, что концерт Диденко прекратил финансирование и потребовал свернуть работы. Мне это показалось странным. Мы курировали эти разработки, и мне они представлялись весьма перспективными. Скажите, а эти работы имеют характер двойного назначения или гражданского? Двойного. Они разрабатывали двигатели для изучения мирового океана. Но получили настолько выдающиеся параметры, что мы заинтересовались ими. Вполне возможно использование этих двигателей для оснастки глубоководных торпед. Скажите, а американцы могли бы знать об этих исследованиях? Не исключено. Результаты были в свободном доступе. Засекретили только месяц назад. У нас есть информация, что Гришнов встречался с Гарнером. Значит, Гарнеру нужны эти двигатели. Вопрос зачем? Гарнер был отправлен в отставку пять лет назад. И сейчас он владеет частной военно-разведывательной компанией штаб-квартиры в Женеве. Вы проверили список контактов? Стоп. Вот здесь. Так, уж так. Пару месяцев назад у него был контакт с Абрахимом. После теракта в Нью-Йорке он несколько лет провел в Гонтанамо. Обвинение не предъявили, был отпущен полгода назад. Значит, скорее всего, Гартнер получил заказ от Арахима? По нашим данным, террористы готовят серьезную акцию в Ферсидском заливе. После разгрома в Сирии им нужно напомнить о себе. Наш источник утверждает, что они готовят атаку на американские корабли. Они хотят использовать разработку Северска? Возможно, но, насколько я понимаю, есть только опытный образец. Исследования не были завершены. СМЕХ Будет смешно, если они испытают его на американском эсминце. Вера, вы отправляетесь в Северск. Я думаю, Гартнер появится там в самое ближайшее время. И учтите, у него там под рукой целый отряд. И этот ваш черный пес. Мы постараемся справиться. Черт! Мой отчим мерзалец. А может, и хуже. Вот допить деда. Вы должны мне помочь. Чай будешь? Нет. Слушай, иди домой, не влезай в это дело. Вы слышите, что я вам говорю? А ты слышишь? Ты жива только чудом. Не хотите помогать мне? Тогда я сам. Стой! Иди сюда. Рассказывай, что случилось? Я слышала, как он с кем-то говорил про Северск. Ему звонил какой-то Гартнер, и он собирается поехать туда с этим человеком. Гартнер? Ты уверена? Да, уверена. Он так и сказал. Этот человек имеет над ним какую-то власть. Папа делает все, что тот ему приказывает. Ты слышала, где они должны встретиться? У них назначена встреча в аэропорту. Так вы поможете? Да. Стой! Ну, сначала успокойся, иначе я не смогу тебе помочь. Угу. Все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда вы приехали? Я хочу к Никите заскочить на пару минут, если вы не против. А можно вопрос? А в тот раз, когда вы оказались рядом, откуда вы узнали, что меня надо спасать? Вера позвонила и сказала, что ты в опасности. И твой дедушка натворил глупостей. Я случайно оказался рядом. Так я вам и поверила. Мне кажется, вы из тех людей, которые всегда оказываются рядом. Я права? Да нет, правда. Я даже когда вас первый раз увидела, почему-то не испугалась. Доверилась вам. Хотя мы с вами даже не знакомы были. Ну, это-то зря. Тебя в детстве не учили не доверять незнакомым мужчинам. Еще как учили. Отец с ума сходил каждый раз, когда я на пять минут выходила из дома. На самом деле, он меня любит. Я не знаю, что с ним случилось. Будем надеяться, что ты ошибаешься на его счет. И он просто нормальный отец, который заботится о своей дочке. Вы так говорите, как будто у вас тоже есть дочь. Есть. Серьезно? И сколько ей лет? Тринадцать с половиной. И жена тоже есть. Глядя на вас, трудно в это поверить. И где они сейчас? На море уехали отдыхать. А вы почему не поехали? Не люблю дельфинов. Ясно. Трудные времена. Трудные времена бывают у всех. А я вот с Никитой ни за что не расстанусь. Никогда. Я скоро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, полчаса прошло. Они вернутся, я уверен, командир. ВЫСТРЕЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тест! Кто у тебя? У меня гости. Уходи! Боюсь, не выйдет. ВЫСТРЕЛ Все, жди здесь. Я с тобой, командир. Жди здесь, это приказ. Если не вернусь, добираешься на ножки эвакуации сам. Есть. Все. Твою мать! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, уходим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где без, командир? Сейчас нерветься. А как так? Командир, как же так? Без. Рязанцев. Леха, парень. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что с вами? Ничего, нормально все. Нам пора. А-а. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот они. Тихо. Вы же узнали его, того второго, что был своим отцом. Вы что, знакомы? Был, когда-то. Кто он такой? Один очень опасный человек. Ты права, мы летим в Северск. В одном самолете папа же меня сразу узнает. Они наверняка полетят в бизнес-классе. Последними заходят, первыми выходят. И никогда не обращают внимания на тех, кто летит сзади. Идем. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где ты был? Я все телефоны оборвала. А Лерочке снова был приступ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Приходил врач, сделал ей уколы, она спит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ужинать будешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не голоден. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я был в морге. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Вызвали на опознание. Зубарев погиб. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, Боже. Господи, как же это случилось? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Автокатастрофа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Торопился в Москву. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не справился с управлением. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Влетел в дерево, машина загорелась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В общем, зрелище не из приятных. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И что теперь будет? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А как же твоя работа? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я же тебе сказал, я не знаю! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я очень устал. Я пойду спать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пришел ответ из Калифардинского центра. Нашу дочь берут на операцию. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подожди. Здесь написано, что мы должны будем заплатить 170 тысяч долларов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никто в этом мире ничего не делает бесплатно. Кроме тебя, конечно. Твой Зубарев обещал, что поможет. Что поговорит с Диденко. Ты что, не слышала, что я сказал? Зубарев мертв! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тогда ты поедешь и поговоришь с Диденко сам. Он не откажет. Ты очень много для него сделал. Диденко арестован. Наш проект закрывают. Он больше никому не нужен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Давай, за ними. Угу. Ну, это еще что за явление? Пошли к ним. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Садитесь в машину, быстро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отлично, подвезут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Расскажите, что вы здесь забыли? Пытаемся спасти моего деда. Рубцов, но она еще девочка, а вы-то взрослый человек. Здесь Гарднер. У меня с ним свои счеты. Не вздумайте нам мешать. Нам предстоит очень серьезная операция, мы сами возьмем Гарднера. Может, это вы нам мешаете? Я серьезно. Я серьезно. Если у него, как вы говорите, дипломатическая неприкосновенность, то как вы его возьмете, так и отпустите. Одно неверное действие, и я вас арестую. Это понятно? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Понятно. Поехали. А мы? А вы пешком? Что? Пускай едут. Доберемся сами. Пускай едут. Да, ну. Странно, но уже вечер, и светло, как днем. Это называется полярный день. Или белая ночь. Здорово. Никогда такого не видела. А до города далеко? Не, километров двадцать. Сколько? Класс. Тут, наверное, еще и медведи возятся. Ага, панды. Я серьезно. Да, вон, смотри. В первую очередь, я хочу выразить всему коллективу свои самые искренние соболезнования по поводу несчастного случая, произошедшего с руководителем проекта Семеном Забуревым. Уверен, соответствующие органы дадут оценку произошедшему. А что с работой? Нас действительно закрывают. К сожалению, да. Наш концерн вынужден свернуть ряд перспективных и, безусловно, значимых для нас проектов. Ну, это глупо. Мы весь почти закончили. Товарищ Яхонтов подтвердит. Простите, я... Да, по сути, остался всего один эксперимент. Григорий Ефимович, а может, и подробнее? Подробнее? Ну, что ж, давайте подробнее. Я сегодня всю ночь не спал. У меня умирает дочь. У нее тяжелое генетическое заболевание. 70% смертности в возрасте до 18 лет во всем мире. И у нас тоже семьи. У всех. Вот-вот. Хотелось бы понять, что с нами будет. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Господа, ситуация, в которой находится концерн, критическая. Но даже в этой ситуации всем вам будет выплачено солидное выходное пособие. И когда? В течение ближайшего месяца. К сожалению, больше порадовать мне вас нечем при всем желании. Да, и прошу подготовить итоговый отчет о проделанной работе. Всем спасибо. Вот вам они отчет. Пусть сначала деньги заплатят. Григорий Ефимович, можно вас на минутку? Мне кажется, я знаю, как вам помочь. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Давайте встретимся сегодня вечером в 10 часов в гостинице. Там есть ресторан. Я хочу вас познакомить с одним очень хорошим человеком. У него для вас есть отличное предложение, которое поможет решить все ваши проблемы. Я более чем уверен. В котором часу? В 10 вечера. Хорошо, я приду. Что будем делать, профессор? По домам рассадиться? Нам нужно закончить экспериментальную часть. А там видно будет. У вас все готово? Обижаете, Григорий Ефимович. Ждем ваши отмашки. Ну что, тогда по местам, ребята. Давайте, я вас догоню. Приходил врач. Предлагают положить в больницу. У вас. Понятно. Вас действительно закрывают? Это уже не имеет значения. А что имеет значение? Наша задача. Мне нужно идти. Я должен закончить эксперимент. А вечером мы поговорим. Тебе нужна моя помощь? И сегодня. Ты же знаешь, что я могу помочь с расчетами. Все перепроверить. Я знаю, сколько сил ты вложил в этот проект. Я тебе очень благодарен, поверь. Но я справлюсь. Все на местах? Есть, сэр. У меня все готово. Да, можем. Ну, с богом. Начинаем. Подключайте гидротормоз. Запущен. Набираем обороты. Поднимайте до 10 тысяч. Хорошо. Теперь по тысяче каждые 5 секунд. Какая мощность на выходе? 7 тысяч. 12 тысяч оборотов. Показатели в норме. 8 тысяч лошадей. Принято. Поднимаем до 15. Поднимаем. Нагрузка предельная. Поднимаем. Поднимаем на 2 тысячи. Ты уверен? А если гидротормоз выйдет из строя, он не сможет расти столько энергии? Поднимаем, я сказал. 16. 17. Можем взлететь. Поднимаем. Я сказал, поднимаем. 18. 19. 20. 12 тысяч лошадей. Надо снижать. Григорий Ефимович. Держим. Перегрев гидротормоза. Держим. Предельная мощность. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Стоп. Фух. 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 Все живы? А то. СМЕХ 20 тысяч оборотов. 12 тысяч лошадей. Ни хрена себе. Мы его разогнали до 450 километров. Ура! Ура! Что надо? Ни одной попутки не было. Еще дорога в аэропорт называется. Это здесь. Что здесь? Жить будем здесь, в хостеле. Ну что, серьезно? Ну, здесь в городе одна гостиница, и там проживает твой отец. Ты же не хочешь с ней встретиться? Ну. О, здесь. Ну? Смотри, как здесь уютно. Угу. Ладно. Ты, наверное, будешь спать здесь, я здесь. Все, давай располагайся, я скоро приду. А вы куда? В гостиницу нужно посмотреть что да как. Нет, 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 я здесь одна не останусь. Так, ты своему дедушке хочешь помочь? Хочу. Все. Тогда делай так, как я сказал. К дяде не приставай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вера, это Яхонтов, заведующий лабораторией. Они назначили ему встречу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Григорий Ефимович, дорогой господи, как же хорошо пришли. Проходите, не стесняйтесь. Прошу, прошу. Присаживайтесь. Мой американский друг очень давно хотел с вами познакомиться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ребята, за ней. Вера, за тобой идут двое. Поняла. Господин Грежнов сказал мне, что вы сегодня проводили очередной эксперимент? Проводили. Несмотря на указание прекратить работу. Все уже было подготовлено? И как прошел эксперимент? Успешно. Это отличная новость. Предлагаю выпить за наше знакомство и возможное дальнейшее сотрудничество. Ура! Прекрасное тост. Ура! 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 Стой! Ура! 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 Что вы тут делаете, Робцов? Ура! Ура! Понятно. Помощь нужна? Сами справимся. Идите куда шли. Ладно. Вот ты где? Что случилось? Потом. Почему ты оставил пост? Ты должен наблюдать за Гарнером. Подумал, что тебе понадобится помощь. Вашим глупости. Я сама бы справилась. Переодень пальто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За этим столиком были посетители. А, да. Они расплатились и ушли. Так вот же они. За ними, быстро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Надеюсь, нам здесь никто не помешает. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Позвольте, я начну. Что там? Приглашение. Вы можете говорить по-английски. Я понимаю вас. Спасибо. Это приглашение для вас в Америку. Мистер Гарднер представляет интересы одного крупного научного сообщества, в которое входят крупнейшие американские университеты. И поверьте мне, они очень заинтересованы в результатах ваших исследований. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА И что они могут предложить? У вас будет большая лаборатория и внушительный штат сотрудников. И самая мощная силовая установка. Кроме того, мы полностью оплатим лечение вашей дочери. А также возьмем на себя все расходы по ее реабилитации. Я же говорил, тот человек может решить все ваши проблемы. Звучит заманчиво. Более чем. И это только начало. Мы понимаем, что вам должно подумать, обсудить все с женой. Мы вас не торопим. Но ответ хотелось бы получить завтра. И что я должен буду сделать? Просто сказать да? Не совсем. В качестве первого шага с вашей стороны вы передадите мне все результаты ваших экспериментов. Это необходимо для того, чтобы подготовить ваш отъезд в Америку. Визы и все такое. В формальности. Если вы согласны, мы могли бы встретиться в 10 часов утра. В летнем театре. Время. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Окей. Руки за голову, лицам к стене. Эй, что вы делаете? СТУК В ДВЕРЬ Вы что, убили его? Я на тебе указался. Ты чего здесь делаешь? Ну, я вообще-то думала, что вы скажете мне спасибо. Я и правда побоялась там оставаться, там еще двое мужиков притащились. Дышать нечем. Тихо, тихо. Думаете, он согласится? Уверен. Не сам, конечно. Но у нас есть один очень важный союзник. Его жена. Да. Вы что-то узнали, о чем мы не говорили? Много будет знать, скоро состались. Идем. Куда мы идем? Куда-куда? В отель спать хочу. Полчаса и никакого движения. Да не волнуйся, никуда они не денутся. Как только они высадят Яхантова, мы его допросим. Он все расскажет, как миленький, а потом возьмем Гарднера с Полечник. Нет, что-то здесь не так. Что? Они специально нас выманили из города, а сами остались в гостинице. Но ты же сама все видела. Гарднер, опытный разведчик. Что я видела? Я ничего не видела. Я просто купилась на это дешевое представление. Возвращаемся обратно. Я не понимаю, какую роль играет мой отчим. И почему он хочет погубить деда? Я же тебе сказал, много будешь знать. Я серьезно. Я тоже серьезно. Тебе вообще надо было сидеть дома и не вмешиваться в это дело. Если бы я знала, что придется ночевать в таком месте, как это, я выпаду. Руки. Что же мне сходить? Спокойно. За что? Это нелегальное отношение. Рубцов, я же просила вас не вмешиваться. Тем более не впутывать сюда девушку. Он меня не впутывал. Это я скорее его впутала. Помолчи. Иди в номер. Иди, иди. Что вам нужно? Вы следили за Гарднером. Он разговаривал с Яхомтовым. Мы хотим знать, о чем. Не понимаю, с какой статьей я должен делиться с вами информацией? Такой. Сидишь здесь 15 суток. Они назначили ему встречу? Угу. Где и когда? Завтра в кафе в парке. Он согласился? Обещал подумать. Значит так, Рубцов, завтра же первым самолетом вы с девушкой садитесь и покидаете Северска. И это не обсуждается. Гарднер вас уже один раз провел, проведет и снова. Он вам не по зубам. А я сомневаюсь, что в этой ситуации вы можете быть нам полезны. Могу. Я хорошо знаю, как и чему обучали беса, и как он будет себя вести в этой ситуации. А, то есть по-вашему, бес здесь? А кто, по-вашему, убил Зубарева? Зубарев погиб в автокатастрофе. Я был на месте аварии и видел, что машину столкнули. И, кажется, Зубареву свернули шею. Или я не прав? Ну, хорошо. Допустим, вы правы. Но это операция СИП. Я вас предупреждаю официально и вполне серьезно. Не вмешивайтесь. Завтра же улетайте отсюда вместе с девушкой. Если вы не дрожите своей жизнью, ну, подумайте хотя бы о девушке. Хорошо. Я подумаю о девушке. УСМЕХАЕТСЯ УСМЕХАЕТСЯ ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Как она? Плохо. Что это? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Мне предложили уехать. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Уехать? Куда? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА В Америку. В Калифорнию. И там возглавить лабораторию. Они также обещают оплатить лечение нашей дочери. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА А ты? Я, наверное, откажусь. В смысле ты откажешься? Ну, что ты не понимаешь, что означает это приглашение? Это ведь, по сути, предательство. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Уважитель, в этом дерьме десять лет разве не предательство? А прекратить свои исследования в лаборатории на пике разве это не предательство? А не иметь средств спасти свою дочь в развитое предательство? КРИК Скажите, а вам Вера нравится? Нет, правда, мне кажется, она хорошая и красивая. Так, давай спать, Алла, ладно? Вы ей точно нравитесь. У нее жениха, у меня жена. Ну и что? Я же вижу, как она на вас смотрит. КРИК Ты будешь спать или нет? Да не могу я спать, когда так светло. Еще и этот храпит. Только не надо его убивать, ладно? Я тебя сейчас убью, если скажешь еще полуслово. Значит, все-таки нравится. Слушай, ну мне поспать нужно, серьезно. Ладно-ладно. Молчу-молчу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вера, что у вас? Вижу Гарднера. Первая группа захвата готова. Ждем приказа. Дайте картинку на экран. Странно, что он выбрал такое длинное место. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Возможно, он опять хочет нас опередить. Да вряд ли. Деваться ему тут точно некуда. И яхон-то пошел. Отключаюсь. Спит? Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Успокойтесь, мой друг. Поверьте, вы не делаете ничего противозаконного. Я в этом не уверен. Вы, как ученые, имеете все права на свои разработки. Моя жена тоже так думает. Вот и прекрасно. Значит, мы договоримся. Вы принесли то, что обещали. Пока Яхонтов не передаст материалы, ничего не предпринимать. Действовать строго по моему приказу. Группа захвата, доложите готовность. Готовы. Я всю ночь готовил материалы. Собрал все на один хард-диск. Все результаты исследований за последние десять лет. Но... Вы ничего не получите. Вас что-то не устраивает. Можем это обсудить. Поднять ваш гонорар. Добавить специальные условия. Все, что захотите. Поверьте. Люди, которые стоят за моей спиной, очень, очень щедрые. Хотел бы я знать, кто за вами стоит. Стой, 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 стой. Вы делаете свою работу, а я свою. Бизнес у меня с вами нет и не может быть никаких дел, господин Гарднер. Знаете, я долго думал о том, что произошло. И я вдруг понял, что все несчастья, которые свалились на нас в один миг, имеют одну цель. И эта цель остановить мои исследования. Получить мои результаты. Это вы убили Зубарева. Это вы посадили за решетку Деденко. Это вы прислали сюда этого Гришнова. Надо признать, что вы проницательны. Но вы делаете свою работу, а я свою. Это ничего не меняет. Ошибаетесь. Это меняет все, господин Гарднер. Я сообщу о вас, куда следует. И я уверен, Деденко выйдет на свободу, возобновит исследования. И он оплатит лечение моей дочери. Здесь ничего, ничего нет. Я знаю, что вы так поступите. Что-то есть у вас такое, ненадежное. На таких, как вы, нельзя ставить. Если хотите, это интуиция. А она меня никогда не подводит. Поэтому я предпочел договориться не с вами. Да-да, гораздо проще было договориться с вашей женой. Вы не можете. Она... Она никогда не пойдет на это. Почему нет? Она уже согласилась. Материалы у нас. И знаете, что еще? У меня есть приказ. Если вы не согласитесь сотрудничать, я должен буду вас ликвидировать. Вы сделаете это здесь? Почему нет? Захват! 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 Скажи, твое предложение все еще в силе. Ты о чем? Стать твоей женой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я согласна. Я... Платил бы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не двигайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза. Ты что здесь делаешь? Что это? Это по работе принадлежит концерну. Мне передали их отвезти в Москву. Не ври, пожалуйста, не ври. Уходим. Я думаю, вам лучше явиться с повинной. ВЫСТРЕЛЫ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди, быстрее. Продолжение следует... 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 Пока нет. Так, поговорим. Ладно. Поговорим. На кого работаешь? На гарнер? Хороший вопрос, командир. Я тебе не командир. У тебя теперь и другие командиры. Ты имеешь право знать, почему я здесь. После взрыва я очнулся уже в плену. Люди Башира держали меня в какой-то яме больше пяти лет. Я толком не понимал, сколько прошло времени, кто я, что со мной. Да из-за человека я себя уже не считал. Просто ждал смерти. Ну, пару месяцев назад объявился гарнер. А у вас хорошая воля к жизни, мистер Парин? Я не буду с вами разговаривать. Я требую, что... СМЕХ Здесь могу требовать только я. Но вы должны знать, что я спас вас от расправой. Поверьте, люди Башира не собирались оставлять башивых. Я все равно не буду с вами разговаривать. Если не согласитесь меня выслушать, вы умрет я мучительной смертью. Пошел ты. Я так и подумал. Но я дам вам еще шанс. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сначала я не поверил своим глазам. Передо мной стоял бес, целый и невредимый. Рассказал, как попал в плен по глупости. Хотел найти лучшую точку, чтобы прикрыть твой Сустяновичем отход. Его взяли люди Башира. Ты же знаешь, снайпер, у которой попался не жить. Башир порывался отрезать ему голову, но Гарднер не дал его убить. А потом появился Гарднер и предложил мне работу. Работу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он сказал, что ушел из американской армии и теперь частное лицо. И ему нужен специалист моего профиля. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Твоего профиля? Что ж ты за работа такая? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Каждый из нас умеет делать что-то очень хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты кто, Келлер, что ли? Да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поверь, у меня не было другого выбора, кроме как сдохнуть здесь в собственном терьме. Ну, по мне, так нормальная перспектива. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пять лет прошло. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Думаешь, кто-нибудь еще помнит о нас? Зря стараешься, Бесс. Работать на Гарднера я не буду. Уходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Там фото, имя и адрес. Когда я сделаю свою работу, мне на счет капает кругленькая сумма. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Это твой сын, Никита. И, насколько я знаю, он решил пойти по твоим стопам. Курсант спецназа. Насколько работая на Гарднера, еще ни разу не приходилось выполнять заказы в России. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Ты не посмеешь этого сделать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА У тебя есть время подумать, Леша, и решить. Ты хочешь сдохнуть в этой яме, зная, что мог спасти своего сына? Или оказать Гарднеру небольшую услугу? И дальше жить нормальной жизнью, зная, что спас его? Тебе решать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Познакомься, Лиза. Это отец твоего жениха. Вы отец Никиты? Он столько говорил про вас. Он считает вас героем. Как видите, я совсем не герой. Отпусти девочку, об остальном мы с тобой все решим. Обещаю. Вы правда собираетесь пожениться? Да. Я его очень люблю. Передайте ему. Хотя нет. Ничего не передавайте. КРИКИ Пройдете пару километров через поселок, он выведет вас на трассу к Реченску. Там поймаете попутку. Все, иди. Иди, тебе говорю. Беги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что же ты наделал, Леха? У тебя же семья, сын. Он считает, что я погиб, пусть так и будет. Нет, он видел тебя. Ты ему нужен. Ты посмотри на меня. Мне же конец. Я теперь никому не нужен. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понял. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто звонил? Бес? Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что ты собираешься делать? Собираюсь спасти своего сына. Нет-нет-нет, Леха, ты не можешь отдать диск. Ошибаешься. Или ты думаешь, что бес шутил, когда сказал, что убьет его? Успокойся. Успокойся, я тебе говорю. Достань мой телефон и дай мне попробовать решить эту проблему. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Как ты? В порядке. Гришнова нашли? Он в бегах, объявили в розыск. Рубцов? Похоже, он в руках людей Гарднера. Как и материалы Яхонтова. Да, хорошо поработали, нечего сказать. Могу я его допросить? Не стоит твоим состоянием. Я в порядке, товарищ генерал. Ладно. Попытайся его разговаривать. Ты же понимаешь, что материалы Яхонтова не должны утечь из страны. Понимаю. И держи себя в руках. СТУК В ДВЕРЬ Полагаю, вы осведомлены, кто я такая? Конечно, миссис Вера. Рад познакомиться. Что вы делали в Северске? Мой друг Николай Гришнов сделал визит на Север и пригласил меня полюбоваться местными красотами. Что-то я не заметила, чтобы вы ими любовались. Зато у вас была встреча с Яхонтовым. И не одна. О чем вы с ним говорили? О его разработках? Нас познакомил Николай. Его ребенок был болен. Он просил меня помочь с лечением. У меня есть связи в благотворительных организациях Америки. Ничего больше. Вы знаете этого человека? Первый раз вижу. А этого? 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 Нет, не знаю. А по-моему, знаете. Ах, да. Вспомнил, где я его видел. Он водитель, который встречал нас в аэропорту. Но трансфер заказывал мистер Гришнов. Я видел его тогда в первый и последний раз. Вы отдали ему приказ убить Яхонтова. Это явное недоразумение. В меня тоже стреляли. Вы сами были свидетелем этого. Насколько я понял, ваш друг серьезно пострадал. Да он погиб за тебя! Мне очень жаль. Хватит! Гена! Дальше я сам. Генерал Истопин. Рад встрече, господин генерал. У вас нет ни одной причины удерживать меня здесь. Вы правы. У нас есть причины выслать вас из страны. Северск. Закрытый город для иностранцев. Я не знал об этом. Вы будете признаны персоной Монграда и высланы из страны в течение 24 часов. Понимаете? Конечно. Это ваше право. Например, вылез ангел occiller Унии. Уни��� colors. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Никита. Лиза. Ой, больно? Немножко. Прости. Я так скучала без тебя. Ты у меня единственный, самый любимый, самый родной. А где ты была, Лиза? Я тебе сто раз звонил. Я уже начал волноваться. Далеко, но это не важно. Что слушаешь? Да так. Врачи обещали сегодня выписать. Что? Говорю, врачи обещали сегодня выписать. Правда? Это когда мы стояли? Ай! Прости. Прости. Извините, меня направили из кардиологии дать заключение по парену Никите Алексеевича. Не подскажете, сколько он платит? 531-й. Мы его уже подготовили к выписке. Мы, наверное, насчет заключения что-то напутали. Возможно. А не подскажешь тогда, где кабинет зав. отделения? Прямо по коридору. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, извините, ради бога. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вы не подскажете, где 531-я палата? Там, сразу за поворотом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никита, парень? Да, так точно. Тогда это вам. Доктор, а нам сказали, что его выписывают сегодня. Сказали, значит, выпишут. Закатайте руку. Угу. Аллергия на лекарства есть? Нет. А что за лекарства? Ничего особенного. Лекарства ускоряют реабилитацию после выписки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да ладно. Одной капельницы больше одной меньше. Все. Отдыхай, боец. Спасибо. Странный доктор. Где-то я его видела. Они здесь все странные. Я уже три дня как здоров, а меня не выписывал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, им беднее. Ну да. Может, расскажешь, где была, что случилось? Обязательно. Только смотаюсь на пару часов домой, там, переодеться, душ принять. Потом сразу заеду за тобой. Хорошо. Никита? Никита, что с тобой? Никита. Помогите, кто-нибудь! Я не знаю, что стало плохо после капельницы. Ему уже не было никаких назначений. Кто ее поставил? Врач. Врач ее поставил. Выйдите. Выйдите отсюда. Нет, нет, нет. Реанимацию, быстро! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Узнал, что вам нужно. Да пошел ты к черту, Гарт! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы можете его спасти? Я согласен, где и когда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они отравили Никиту. Дадут противоядие, если я верну им диск. Я говорил, ничего не получится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где он назначил встречу? Там, где все произошло пять лет назад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы поедем туда вместе. Вместе? Да. Что значит это вместе? Увидишь. Просто доверься мне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Латышева, товарищ генерал. Соединяйте. Что у вас, Вера? Сыну опаренного в госпиталь увели очень опасный яд. Это сделал бес. Лиза девушки Никиты его опознала. Как вы могли это допустить? У нас же была договоренность, что выставим охрану. Да, простите, товарищ генерал, это я недоглядела. Гарднер уже позвонил опарину и предложил предоставить антидот взамен на материалы Яхонтова. Ты же понимаешь, что мы не можем этого допустить? Да, я понимаю. А врачи? Они могут подобрать противоядие? Все, что они могут делать, это поддерживать его в стабильном состоянии. Сколько у нас времени? Двое суток, не более. Где сейчас гарднер? Доставили в аэропорт, выли через 40 минут. Можем его задержать? Нет оснований, максимум на полчаса. Вера, надо поговорить с Рубцовым. Пусть он попробует убедить опарина. Я не думаю, что это хорошая идея, что это сработает. Опарин будет делать все, чтобы спасти своего сына. И проблема в том, что я не знаю, где находится Рубцов. Есть информация по Гришнову. Одна из камер в районе ЖД вокзала зафиксировала его. Вы уверены? Совпадение более 60%. Срочно туда опер-группу задержать его. Уже отправляем. Командир. Здорово. Я не один. Лешка. Ты жив, бродяга? Ты же кого не ожидал увидеть. Серега, у нас очень мало времени. Экстренная ситуация. Нужна твоя помощь. Все, чем смогу, ребята, вы же знаете. Слушай, бесы Гарднер отравили его сына и хотят обменять противоядие на содержимое этого рюкзака. Встреча где-то в ущелье дьявола. Это Гарднер. Прислал координаты и время. Встреча через 18 часов. Да, местечко вы были знатное. Наверняка там будет Башир и его люди. И бес. Там тоже будет. Ну, тем лучше. Нужна экипировка. Оружие и боеприпасы. Да это не проблема. Вопрос, как мы туда попадем в такие короткие сроки. Ну, это я решил. Ну, что, мы в деле? Обижаешь, командир. Илья Андреевич, от лица СИП и нашего руководства я приношу вам свои извинения. Нет, не нужно. Вы все сделали правильно. Я старый дурак. Чуть не погубил свою внучку. Вместо того, чтобы просто довериться вам. Да. И еще. Наши люди засекли Николая в городе. К сожалению, по горячим следам взять его не удалось. Но он может быть очень опасен. Да, понимаю. Я с этим сам разберусь. Ну, что же. Еще раз. До свидания, Илья Андреевич. Я хотела вам сказать, что у вас замечательная внучка. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Алло. Нам нужно поговорить. Где и когда? Здесь и сейчас. Нам нужно выехать из страны. Кому это нам? Мне у Стяновича и опарину. Это исключено. Опарин находится в розыске, в том числе международном. Ну, поэтому я обратился к вам. С того, что произошло в Северске, я вряд ли смогу вам помочь. И вообще, честно говоря, я не понимаю, как это могло случиться. Вините себя. А кого меня еще винить? Его убил бес. Илья Андреевич. Это человек, который был мне когда-то другом. Поэтому вы можете винить меня. Я должен был вас защитить. Илья Андреевич. Здравствуйте. Что ж? Илья Андреевич! Доктор! Где Никита Парин? Он умер. Скажите мне, он умер. Нет, нет. Успокойтесь. Успокойтесь. Его перевели в другой госпитал. Я должна знать, пожалуйста. Что с ним, пожалуйста. Извините, но большего я сказать не могу. Я не слышала, как ты вошел. Через гараж. Он где-то был. Я внувалась, звонила на твой мобильник. А он все время был недоступен. Где был? Какая разница, где был? Главное, что я дома. Приходили какие-то люди, кажется, из СИП. Спрашивали тебя, я сказала, понятия не имеют, дед. Правильно сказала. Мне нужно срочно уехать. А ты можешь мне помочь собрать вещи? Лиза дома? Нет, я одна. А где она? В госпитале. Кажется, с ее парнем что-то случилось. Он в реанимации, она целыми днями находится там. Это хорошо. Что? Вещи собирай. Ничего не буду делать, пока ты не объяснишь, что происходит. Я же тебе уже сказал, мне нужно срочно уехать. Во что ты вляпался, Николай? Поверь, лучше тебя не знать. Ты можешь мне помочь просто собрать вещи? Да что ты возишься? Откуда у тебя это? Не твое дело. Ты с ума сошел? Если тебе что-то угрожает, мы же можем обратиться в полицию. Какую полицию? Ты ведь знаешь, что они сделали с твоим отцом. Те, кто посадили его, теперь охотятся за мной. Да, а куда ты поедешь? Я еще не знаю. Мне нужно спрятаться, отсидеться хотя бы пару недель. А лучше вообще уехать из страны. Послушай, ты должна быть сейчас сильной. Я обещаю, что как только все уляжется, я тебе сразу же позвоню. Лиза, что случилось, где-то было? Пусть он расскажет. Лиза, у меня правда мало времени, давай потом поговорим. Нет! Как же я вас недовижу! Лиза, не смей так разговаривать с отцом. Он мне не отец. Из-за него погиб Никита. Что ты такое говоришь? Мам, это правда! Он предал нас! Тебя предал, меня предал, предал всех! За него погибло столько людей, еще столько же может погибнуть. Лиза, ты ничего не знаешь, это неправда! Меня заставили, я не хотел! Сегодня же ты идешь в полицию и все им рассказываешь. Нет. Тогда это сделаю я. О! Положи телефон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Положи телефон, или я тебя сейчас выстрелю! Дай сюда! Тебя все равно поиграют! Посмотрим! Продолжение следует... Ага! 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 КОНЕЦ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здесь привал. До встречи с Гарднером еще три часа. Поверить не могу, что мы снова вместе. Пару месяцев назад я бы тоже не поверил. Только беса не хватает. Не волнуйся. Он уже здесь. И при первой возможности прострелит тебе башку. Если бы он хотел убить меня, он бы убил меня тогда, на дороге. Не обольщайся. Он сильно изменился, я это хорошо знаю. А я бы с ним поговорил. После того, что он сделал с моим сыном, нам с ним разговаривать не о чем. Далеко до места? Не больше часа. Я вот никак понять не могу, почему Гарднер назначил встречу именно здесь. Его что, ностальгия замучила? Я знаю. Слышал, как он жаловался, что после той операции его из армии турнули. Наверное, хочет взять реванш. Ладно, парни. Дальше я пойду один. Вам нечего туда соваться. Так мы тебя и отпустили. Я серьезно. И мы серьезно. Командир, скажи ему. На встречу с Гарднером мы пойдем вдвоем. На тебе без. Ты должен нейтрализовать его любой ценой. Легко сказать. Сделаю, командир. Расходимся. Вперед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не нравится мне это. Чего они ждут? Не дергайся. Пока они не получат, то зачем приехали. Нам бояться нечего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Едут. Одессы с ними нет. Уверен, он держит нас в прицеле. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вы пунктуальны. Обожаю я это качество в людях. Пришли с другом. Впрочем, я даже рад. В прошлый раз не было времени нормально поговорить. У нас нет времени на разговор, Гарднер. Противоядия при вас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы вдвоем? Или еще есть ваши друзья? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, если бы был еще кто-то, бес сообщил бы вам, мой парень. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы правы. Приятные нет дела с профессионалом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА живы после того, как отдадим его вам. Хороший вопрос, парень. Гарантии и вправду немного. Могу предложить свое слово офицера, если вас это устраивает. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты на месте? Что у тебя слышно? Башир, я на точке. Все под контролем. Здравствуй, бес. Рацию положи. Я сказал, положи рации. Все усилия! Медленно сдавай назад. Винтовку оставь, где лежит. Вставай. Нож, пистолет. Двумя пальчиками. Двумя пальчиками. Пошел. Иди, иди. Руки опусти. Руки опусти. Жаль, не убил тебя там, на дороге. До сих пор гадаю, почему. Руки опусти. Идем. Куда? К нашим. Нет для меня больше наших. Для меня все кончено. Я замолвил за тебя словечко. Думаю, Рубцов будет не против. И опарин тоже. Я угол его сына. Я свой выбор сделал. Тогда, пять лет назад. Когда Башар приставил мне нож в горло и сказал, что отрежет голову. Мы сами решим, что с тобой делать. Иди давай. Гарднер. Гарднер. Окей. Рад за трудничество. Приятно было им с вами дело, господа. Увы, мне пора. Поехали. А какой яд вы ему вкололи, Гарднер? ДТА, если я не ошибаюсь. А вы достаточно сводимленный, Рубцов. Стоять, руки! Стоять, руки! Ну что, все? Надо было раньше тебя пристрелить. Стоять! Насколько я знаю, от этого яда противоядия не существует. Человек умирает в течение трех дней в страшных мучениях. Да. Точно. Думаю, вы правы. Противоядия от этого яда нет. Ваш сын, опарин, умрет. Увы. И все же он проживет дольше вас, Рубцов. Кончею. Увы. Помоги у Сидовича, я разберусь. Увы. 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 А все-таки стреляешь ты отлично. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуй, отец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Похоже, мы опередили его. Другой дороги здесь нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА -"Расим". Собственной персоной. Вертолет был вчера угнан у одной нефтедобывающей компанию в Ираке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Расим, вас не столь гармон. Я тоже, Расим. У нас нет времени на обмен любезностей. Диск у вас. Русский спецназ у меня на хвосте. Я лечу с вами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТОНЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он пристрелил Гарднера. Что и требовалось доказать. Расим никогда не оставляет следов, поэтому мы его не могли поймать столько лет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они взлетают к диску Рахима. Дальше дело за вами. На диске, который передал Гарднер Рахиму, был установлен маяк наведения на цели. У нас есть кто-нибудь в этом районе? Это зона 10 американцев. 2 Ф-16 в 40 километрах от цели. Я поэтому и спрашиваю, кто у нас здесь работает? 120 километров, наш Су-35. Отдайте летчику приказ на захват цели. Есть. КОНЕЦ Красиво получилось. Ты дал Гарднеру уйти, чтобы он вывел нас на Рахима? А мы-то чуть не поверили, что провалили операцию. Поздравляю вас с окончанием операции, товарищ генерал. Да заставила ты поволноваться старика, ничего не скажешь. Разрабатывала эту операцию Рубцов, без него бы мы не справились. Передай Рубцову, что мое предложение работать у нас остается в силе. Я передам, но вряд ли он согласится. Только вот я не понял, а как выздоровел молодой опарин? Вы что, противоядие нашли? Не совсем так, товарищ генерал. Когда Рубцов позвонил мне и сказал, что Никите опарину угрожает опасность, мне пришлось предпринять некоторые действия. Я попросила врачей, чтобы они придержали Никиту опарина в госпитале. Я понимала, что без рано или поздно что-то предпринято. У него было не так много вариантов. Он не мог ни убить Никиту, ни выкрасть его из больницы. Ему оставалось только одно – ввести ему яд и предложить противоядие. Я изучила личное дело Гарднера, и я видела, что он делал так два раза. Ну, а Никиту опарина я просто уговорила разыграть небольшой спектакль, и он справился. А меня можно было поставить в известность? Простите, товарищ генерал, я не была уверена, что вы согласитесь на вторую часть операции по уничтожению Гарднера и Рахима. Да, на такое я бы не пошел. И ты мне за это ответишь. Хорошо, поняла. Только после смерти Вадима я не могла поступить иначе. Все свободны. А с тобой разговор у меня еще не закончил. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, парень. Да, неплохо себя в деле проявил. Хотя на тренировках все тесты проваливал. Ну, так же, как и я. Что-то я такого не помню. Не зря вас черными псами прозвали. А где Рудцов? Сегодня жена его с дочкой из отпуска возвращается. Он встречает, поехал. Ну, так же. Ну, так же. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай помогу. Держи. Как ты, папа? Нормально, сын. С тех пор, как я здесь, впервые чувствую, что я дома. Спасибо, что пригласил. Да. А что теперь с лабораторией Яхонтова? Ее возглавила Инга, вдова Яхонтова. Кстати, это ее идея создать такой двигатель. Да. Идем познакомим. Давай. Уже скоро испытание, готов опытный образец. Угу. Прошу любить и жаловать. Инга, генерал Истомин. Очень приятно. Инга, поздравляю вас с назначением. Я говорил с полковником Афанасьем, и он ждет ваших разработок. А как же экология? Ну, об экологии забывать не стоит. Илья Андреевич, я благодарю вас за приглашение и за то, что вы дали денег на лечение моей дочери. Не благодарите. Это самое малое, что я мог сделать. Ваш муж был хорошим ученым и хорошим человеком. Надо выпить за молодых. Я думаю, что мир спасут не военные, а вот это молодежь. Горько, ну... Горько, 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 Горько. О! Привет. Привет. Ты опоздал. Как отдохнули? Прекрасно. Неправда. Без тебя было очень плохо. Что с плечом? А, подрался с грузчиками в магазине. То есть ты без нас не скучал? Нет. Работы было много. И ничем таким не занимался? Что ты имеешь в виду? Мама звонила тебе раз в сто, и ты не отвечал. Мы решили, что ты снова пустился во все тяжкие. Скажи мне, что это неправда. Ну, если совсем чуть-чуть. В следующий раз едем отдыхать вместе. И ты знаешь, мы с Алиной совсем не загорели. А вот у тебя, как я вижу, легкий загар. Тебе кажется. Но ты права. В следующий раз поедем отдыхать вместе. Подозрительно ты на все быстро соглашаешься. Мы что, на этом поедем? А что, не нравится? У нас иномарка. Прошу. Осторожно. Ну так, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...